Дорогие друзья, уважаемые трейдеры, всех приветствую, с вами Петром Рауфи и вы смотрите обзор рынков. Сегодня, как и на предыдущей нашей сессии, посмотрим, что происходит с фондового рынка. Начнем, разберем в целом фонд новостной и, конечно же, рассмотрим более тщательно по графикам, по тем акциям, которые давали до этого и по тем активам, по поводу которых мы давали тоже прогнозы. Дальше по форексу, то есть по парам пройдемся, по сырьевым валютам, по сырьевым активам, защитным активам, золото и так далее. Конечно же, в конце разберем и крипторынок, посмотрим, что там произошел, какие прогнозы были до этого у нас, получается, позавчера. И посмотрим с позавчера, с момента предыдущих прогнозов, как общий рынок действует, насколько можно рассчитывать на какое-либо направление движения в целе продолжения торгов, продлений или же намеки на развороты трендов в целом. Сегодня начнем, наверное, с экономического календаря, поскольку новостей не особо много, но имейте в виду, что, как и на некоторых предыдущих обзорах, у нас есть новости, которые связаны с некоторыми, как говорится, сигналами, которые дают большие банки инвестиционные, например, как JP Morgan, Goldman Sachs с целью инвестирования в акции. В предыдущих эфирах были некоторые из этих акций разобраны, сегодня посмотрим по ним тоже, как они двигаются, как они выросли или нет в целом, а для того, чтобы было понятие, как вообще у нас система двигается, с какой точностью и также с каким прицелом мы давали акции на средний срок. Сегодня с экономического календаря я начну и пройдемся дальше по фундаменту Америки и Китая, США и Китая, потому что там некоторые, с последних дней некоторые изменения произошли и зачастую они все совпадали с прогнозами, поскольку они были соответственно, соответствовали новостному фону. По поводу экономического календаря сегодняшнего, очень быстренько пройдемся. Есть США, на самом деле, очень важные данные, которые, релизы, которые будут выходить почти в одно и то же время, 15-30 по МСК, изменение числа занятий в сельскохозяйственном секторе, который растет. Кстати, это очень хороший позитив в случае, если прогнозы будут соответствовать этому, то это будет очень круто. Актуальные данные, если будут соответствовать прогнозам. И уровень безработицы, который тоже снижается, но очень-очень-очень медленно, можно сказать. По поводу политики ФРС, по поводу политики Центрального банка американского, вы все, наверное, знаете, в курсе. По поводу того, что когда мы ждем повышения ставки, тоже, наверное, знаете, слышали. Поэтому особо фон на основе не изменился. Единственное, что мы ждем сейчас на рынках, то есть все изменение, которое произошло в течение этой недели, это было коррекционное снижение фондовых индексов. И накануне одобрения нового стимула находимся экономического со стороны Сената, к тому же потолок гостолга собираются повышать. И об этом уже давно говорим по факту, то есть в течение предыдущих обзоров. И, как мы видим, по факту эффект уже есть на рынке. Посмотрим, как себя чувствует СНП 500. Основной индекс фонда рынка США и индустриальный индекс. Как и вы, наверное, помните, с прошлого раза вот красная линия на графике, это прошлое, наша встреча. Произошел очень импульсивный ретест поддержки и по СНП 500, и по Dow Jones. По факту тоже относительно импульсивный ретест поддержки и последующий расхождение волатильности, то есть срыв волатильности, который по факту является сигналом последующего разворота. С прошлого раза, конечно, были прогнозы о том, что по итогам ретеста этой поддержки скорее всего цена может развернуться. И, как мы видим, цена уже развернулась. Единственное, что сейчас, где находимся и как по СНП 500, и как по Dow Jones, в целом можно дать прогнозы. Единственное хорошее новое, что тут есть накопление энергии, но мы отбились от локального сопротивления. То есть по Dow Jones мы уже возле локального сопротивления, а по СНП 500 здесь еще путь впереди. Единственное, что, смотрите, предыдущий отбой от сопротивления 4400 по СНП 500 произошел очень импульсивно. И нынешнее поджатие к локальному якобы минимуму, который здесь, отметка 4400, он смотрится тоже довольно сильным. То есть в случае, если в ближайшее время у нас будет какое-то импульсивное, какое-то импульсивное снижение в течение сегодняшнего, сегодняшней американской сессии, потому что доллар, возможно, будет себя чувствовать хорошо, потому что релизы нормальные сегодня. Соответственно, в случае, если будет импульс нисходящий в ближайшее время по СНП 500, например, или по Dow Jones, то это достаточно хороший сигнал. Вот тут тоже есть поджатие, достаточно хороший сигнал, чтобы вот эту зону риска определить, дождаться его ретеста, по должности это 34600 по факту, а по СНП 500 тоже приблизительно 4380. Дождаться его ретеста, а затем в следующей неделе, скорее всего, с открытием американского рынка, в случае, если мы дальше не откатимся, и в случае, если мы дальше откатимся импульсивно, потому что если снижение импульсивное, неважно, насколько сильно далеко она заходит, главное, чтобы она была импульсивной, это является признаком разворота. Но, как вы знаете, середина импульса предыдущего нужно брать с целью того, чтобы от него отталкиваться. То есть движение, скорее всего, будет, коррекционы будут всегда ретест, будут всегда перевести к ретесту золотой середины предыдущего импульса. Приблизительно всегда так и происходит. Поэтому от этого тоже нужно отталкиваться, насколько сильно импульсивно к этим отметкам в середине, то есть 4300-600, если подойдет, конечно, по СНП, и по должности, если там подойдет к 34400, насколько импульсивно это происходит, чтобы не было никаких поджатий и так далее. Новостной фон хороший, соответствует настроению рынка в целом. Но нынешний отбой, который мы получили от сопротивления по должности по СНП, ну, как бы не должно смотреться так страшно. То есть тут больше можно ставить на дальнейший рост, но вероятность нисходящей коррекции тоже не исключается, причем потому что мы просто тупо отбиваемся от сопротивления уже. То есть с прошлого обзора по сегодняшнему обзору движение на рынках по факту пошло. А сейчас, конец недели, начало следующей недели, возможно, какая-то там консолидация, либо же какое-то открытие цены с ГЭПом. Потому что за выходные могут, к примеру, например, одобрять повышение потолков госдолга и так далее. Все эти моменты могут просто с ГЭПом с понедельника открыть рынки. Поэтому на эти факторы тоже обращаем внимание. Посмотрим коротко на те обзоры по китайскому фондовому рынку и по тем акциям, в которых нам предлагают вкладываться, JP Morgan, если я не ошибаюсь, крупный банк, довольно такой серьезный. И дальше начнем уже Форекс Пару разбирать. Китайские акции и в целом китайский фондовый рынок с недавних пор, как только вышла основная новость по поводу разорения компании-гиганта по сфере недвижимости, которая прихватила по факту страх, который по факту начал немножко отшатать весь рынок экономический. После этой новости по факту были подозрения, мы об этом тоже говорили, что этой компании помогут не упасть. Этой компании помогут не упасть. Этой компании будут компенсировать его большой долг. И некоторые другие компании просто начали купить его акции. То есть это тоже определенный ход в цели того, чтобы купить компанию, которая уже очень дешево стоит, за достаточно хорошую цену. Поэтому по поводу китайского рынка, как мы видим, с момента, как только вышла эта новость, в середине этой недели или где-то в начале этой недели, приблизительно уже уверенно мы знали, что компания Evergrande, если не ошибаюсь, ее акции будут скупать, ее долг будут погашать и так далее. И она сам как бы тоже это делает. То есть своим клиентам возвращает относительно доходность своих облигаций. После этого новости, по факту, если обращать внимание на дневной график основных фондовых индексов, Шэнхай и Шэнжэн, CSI 1000 и Шэнжэн Кампозит по отдельности, Шэнхай Кампозит по отдельности, они все по факту довольно хорошо показали на отбой и рост. То есть две последние дни. И причем сегодня с ГЭПом по факту, точнее вчера с ГЭПом она открылась и, как мы видим, закрылась. Выше предыдущей свитчи. А зачастую все вот эти индексы по факту показывают, что они закрылись выше с предыдущей свитчи. Есть ли потенциал дальнейшего роста? Возможно, есть, потому что потолок где-то вблизи. И мы видим, что по факту дневные свитчики по этим фондовым индексам закрылись выше предыдущего. Говоренно хороший сигнал. Если помните, прошлые обзоры были проведены некоторые. То есть мы дали некоторых акций, если не ошибаюсь, сектора. Бум-бум-бум. Мы, наверное, сегодня проверять не сможем. Это набор с другого обзора, если не ошибаюсь. Но в целом, речь еще с двух недель ранее, три недели ранее, часто говорили по поводу некоторых секторов, в которых стоит вкладываться, начинать уже инвестировать. Это энергетика, то есть нефть, газ и так далее. Это финансовый сектор, который по сей день будет еще продолжать свой рост. Почему? Потому что мы ждем большие стимулы. В США это все мы касательно американского фондового рынка говорим сейчас и индексам. И сектор, сектор, сектор. Еще один, еще один, которого я сейчас не помню. Пройдемся быстренько по тем акциям, которые мы давали. По факту три дня назад или два дня назад. Это у нас дневные таймфреймы. И смотрите, как по факту красиво они отбились вверх от основания. и продолжают свой рост. То есть некоторые, конечно, очень сильно под давлением, но в целом растут и возвращаются. То есть отбились от оснований и дальше поднимаются. Конечно, пока еще говорит о том, что очень сильно будет рост. Нет, но как вы сами видите, предыдущие свечики, то есть две свечики, они собой рецептворяют. Вот именно этот отбой и продолжение роста, на что мы и ставили при прошлых обзорах. Потом можете посмотреть в нашем канале предыдущие обзоры и проверить на самом деле тоже по тем, как говорится, рекомендациям, которые у нас бывают. AMDA очень красиво на самом деле двигается и достаточно хорошо смотрится. Дальше по поводу сегодняшней новости и по поводу некого прогноза, если не ошибаюсь, JP Morgan о том, что сектор энергетики сейчас очень сильно может вырасти и может дарести. Вы сами знаете, что у нас в обзоре тоже об этом говорилось достаточно часто, еще перед выборами в Германии, где-то две недели назад, по поводу энергетического кризиса, которая началась еще где-то, наверное, если помните, в Британии и страху того, что энергетический кризис Европы может по факту расшатать весь мир и привести к очень сильному повышению цены энергии. Если помните, перед короной был относительно такой же приблизительный кризис, когда очень сильно поднялась цена на нефть и бензин. Это еще до короны. И это когда происходили протесты в странах, довольно сильно большие протесты, где реально погибало много людей из-за просто повышения цены на нефть и бензин. Это все то, что происходило до короны, если не взять религиозные войны, которые начинались тоже до короны, если вы обращали внимание и читали новости. А по поводу этого энергетического кризиса, по факту уже немножко рынки перестают переживать, поскольку власть в Германии поменялась. Как и в предыдущих обзорах тоже мы говорили о том, что по факту власть в Германии скорее всего поменяется, поскольку у социалистов больше голосов. И, конечно же, они просто-напросто запустят северный поток. И северный поток это по факту дешевый газ, который поступает с Россией по всей Европе. Как вы знаете, политика Германии и Франции, основных игроков политических в еврозоне, всегда была достаточно консервативной и без учета всяких либо санкций. По факту не то, что без учета всяких либо санкций, а в целом, несмотря на санкции, очень сильное стремление этих стран в цели того, чтобы просто продолжать покупать российский газ. Потому что это единственное спасение в случае, если у нас энергетический кризис. И, опять же, что будет с этим северным потоком, как будет Америка на это реагировать? Скорее всего, просто то, что ожидает в случае, если не запустится северный поток рынков, то это гораздо, скорее всего, экономически может смотреться гораздо хуже. Поэтому, наверное, вот эти смены, которые произошли недавно, были как раз целью того, чтобы немножко это воспаление снять. То же самое, что и корона, которая произошла. И до него было очень сильное воспаление во всем мире политически, очень сильное напряжение было, если вы помните. Но, несмотря на всего этого, продолжение роста энергетических компаний, в общем, об этом на это ставит Goldman Sachs. То есть, по факту говорит о том, что можно в них вкладываться. Дневные графики разных энергетических компаний, которые недавно сделали большие движения. Отбивается Continental AGON, немецкая компания, на дневном графике от основания. И Individ Energy LTD, индийская компания, тут сделал большой всплеск. И похоже, что она может дальше продолжать тоже расти. И Oil Country Tubular, тоже индийская компания. Это самые такие ярые, наверное, компании, которые очень сильно вырастили. Опять же, таких компаний зачастую не стоит брать сразу же после такого сильного роста. Почему? Потому что есть раздел в разных сигнальных ресурсах, где просто показывают, какие акции очень сильно выросли за последнее время. Какие акции выросли, но у них есть потенциал, поскольку они еще недооценены, исходя из каких-то там параметров. Но лучше именно в средний срок, долгий срок думать о тех акциях, которые и выросли, и растут, и при этом у них цена стабилизирована. То есть, нету перекупленности сильной. А по этим компаниям, которые я только что показал, это просто очень сильно перекупленные уже по факту. Некоторые из них показывают очень хороший отбой, развороты, который может еще продолжаться. Но вот эти две последние особенно, они смотрят очень опасно, потому что очень сильные импульсы по ним пошли. Поэтому на этот факт тоже обращайте внимание. К сожалению, время эфира, она маленькая, но новостей прогнозов очень много достаточно. Поэтому в случае, если вы тоже самым займетесь, поищите, и у нас на ресурсах, на разных ресурсах, можете тоже посмотреть. У нас разные новости, разные статьи выходят. В связи с того, что вы просто могли ориентироваться, конечно же, на этом канале, на Герчика НКУ выходят разные обзоры. От Александра Михайловича Герчика тоже, от Сергея Заботкина, также Виктора Макеева, которые вам помогут по факту не только с точки зрения новостного фона и так далее, а просто с точки зрения трейдинга тоже разобрать разные акции, разные активы на разных рынках. И все это очень довольно полезно и вовремя. Почему? Потому что это именно те обзоры, которые вам помогут именно сейчас, именно сегодня, хоть как-то поднять депозит. Поэтому обязательно в случае, если не подписались на канал, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Дальше мы начинаем по Форекс-рынкам пройтись. Индекс доллара США консолидируется все еще. И с прошлого раза, с 6 числа, если не ошибаюсь, было очень-очень слабое снижение. По поводу разворота мы, конечно, говорим уже, наверное, недели. Почему? Потому что достаточно сильно и импульсивно доллар вырос. Но, исходя из данной консолидации, которая сейчас здесь происходит, все-таки мы не будем забывать о том, что, кстати, цена почти дошла до целей. Почти дошла до целей. Цена индекса 94.50. Об этом говорили еще в прошлом обзоре, если я не ошибаюсь. 94.50, 95. Это отмятия, которые могут еще раз импульсивно протестироваться. И если они импульсивно протестируются 94.50, 95, то это будет хороший сигнал последующего разворота. Имейте в виду, что со следующей недели, как фондовый рынок откроется, обратно корреляцию с долларом учитываем и запускаем торги. И, конечно, засмотрим программы. С другой стороны, если за эти выходные что-то в Америке изменится, и по поводу потолка гостолга, по поводу процентной ставки, то цены могут с резкими движениями открыться с понедельника, возможно, с ГЭПа. Переходим к форекс-парам нашим. Евро к доллару, фунт-доллару австралиец, к доллару США, и новозеландец тоже к доллару США. По новозеландцу и по австралийцу на 15-минутном тайм-фреме, по факту мы сейчас уже смотрим на форекс-пары с перспективой не среднесрочной там, недолгосрочной, а именно внутридневной торговли. Очень сильные импульсы были недавно по НЗД и по АУД, то есть по австралийцу и по новозеландцу, и они оба по факту протестировали некую поддержку 0.69 для новозеландца и для австралийца. Но можно сказать, что эта поддержка больше зеркальная, больше зеркальный такой диапазон 0.70, 2.80. И есть вероятность того, что она может его еще раз импульсивно протестировать. Все зависит от того, насколько доллар будет сегодня дорасти. В случае, если импульсивно, то все вот эти пары могут сегодня импульсивно протестировать еще раз локальной поддержки. С прошлого раза, как вы видите, цена по евро вышла из боковика и дошла до последующих целей. Конечно же, мы этот боковик назначали для того, чтобы отталкиваться от того, прорвется ли вот этот минимум исторический. Как мы видим, она прорвалась. Но в долгосроке, в среднесроке вот такое формирование, которое очень похоже на расхождение волатильности, расширяющуюся формацию, срыв волатильности и там, возможно, голова плечи, возможно, неудавшийся размах, разворотный. Очень похоже. То есть вот эта конфигурация, которая здесь формируется, она очень похожа. И по евро, и по фунту. Поэтому в долгосрок все-таки мы не исключаем вероятность этого разворота. По фунту, конечно, гораздо сильнее вообще пара смотрится. И тут только нужно быть очень сильно внимательным по поводу движения доллара. Сейчас, в данный момент, они растут. Особенно фунт растет. Но у доллара может быть восходящий импульс сегодня в течение американских сессий. В случае, если по рынку труда релизы получится лучшая прогноза. Австралиец-Новозеландец мы давно не разбирали, кстати. Очень умеренный рост, продолжается. Очень сильный ретест импульсивности локального сопротивления. Мне кажется, тут на снижение, если работает внутри дня, будет гораздо лучше. По поводу австралиц-Новозеландца сказали, да. Дальше у нас защитные активы. Историю защитных активов вы знаете. Хотел обращать ваше внимание на один очень интересный фактор. Статистика коронавируса, как и мы уже месяц говорим. И по поводу того, что вероятность того, что некоторые страны, которые еще недовакцинированы с приходом холодного сезона, начнут закрываться на локдауны. Есть. Потому что вирус еще не домутировал. Есть вероятность того, что по поводу новых таблеток от коронавируса, что они тоже перед мутацией вируса могут быть немножко уязвимыми. Поэтому это все как бы гарантия, но не гарантия. Поэтому обращайте внимание, что вот этот график распространения всемирное, как и с прошлого раза говорили, что по факту оно вроде бы показывает, что снижается. Но совсем недавно мы снова поднялись к некоторым максимальным отметкам перед идущего недели или же середине этой недели, которая приблизительно здесь. Поэтому имейте в виду всемирная статистика по распространению COVID-19 очень хорошо влияет на защитные активы, потому что это фактор страха, это фактор закрытия китайского порта. Китайский порт – это импорт нефти, это экспорт товаров и нефти, и фондовые индексы, когда под угрозой такой находится золото, и защитные активы начинают очень хорошо расти. По поводу роста защитных активов с прошлой недели, с двумя неделями ранее в обзорах говорили, что по факту оно золото, и все остальные защитные активы будут еще под давлением в короткосроке, могут делать большие движения, но в рамках пока века, но в среднесроке, в долгосроке смотрится хорошо. И как видите, эта картина долгосрочного роста, продолжения роста золота в долгосроке, она еще не испортилась. На дневном таймфрейме золото показывает насильное сужение волатильности или же изменения, то есть уменьшение размера свечей, сильное давление, которое существует в рамках вот этих поддержек, там 1750-1730 приблизительно. И поэтому нужно от этого диапазона отталкиваться. Раньше у нас был очень хороший уровень психологический, и 1800, от которого мы отталкивались долгое время. То есть делали обзоры по ним, и торги тоже проводили по ним, и то есть над ним было все хорошо, покупки потны, было все плохо, продажи. То есть вот такая зеркальная отметка очень долго, по факту, держала на плаву трейдеров, и исходя из этой определенности, которая была. Сейчас все равно картина последующего роста в долгосроке смотрится тоже довольно хорошо. То есть имейте в виду, что в среднесроке и в долгосроке эта возможность есть, но в краткосроке внутри дня по золоту мы видим сужение волатильности. Единственное, что очень импульсивно протестировали локальную поддержку. Насколько еще сильнее мы можем его протестировать, либо будет какой-то еще очередной импульс нисходящий, что-то может быть, но затем, скорее всего, продолжение роста нас ожидает. То есть нужно обращать внимание, что если будет по золоту, по серебру в ближайшее время, по платину, где-то до 980, там 580 по платину, по серебру где-то в районе 2240, а по золоту где-то в районе 1750. Если протестируются эти отметки импульсивно в ближайшее время, то это очень хороший сигнал последующего укрепления, последующего, возможно, умеренного укрепления. Это нужно обязательно иметь в виду. Ну и, конечно же, с прошлого раза золото просто протестировало локальную поддержку и, конечно же, развернулось. То есть в целом по прогнозам ничего такого сверху. Естественно, мы не встретили все, все как должно было случиться, все как должно было продвигаться и двигаться дальше, так и дальше продвигалось. То есть очень сильный импульсивный ретест. И по серебру тоже, как мы видим, локальной поддержки, и последующий разворот вверх. И сейчас она снова консолидируется вблизи этих поддержек. То есть необходимо иметь в виду, единственное, что по платину, по платину тоже разворот от поддержки произошел, но, как и мы, наверное, позавчера говорили, или еще ранее, тысячи долларов она может еще раз протестироваться. Единственное, что тут сильная, низкая амплитуда и нет накопления энергии. Нет накопления энергии, поэтому тут, скорее всего, можно ожидать расхождения волатильности или же не очень хорошая ситуация. Поэтому, то есть сама цель была тысячи долларов с трех дней назад приблизительно, два дня назад. И, как мы видим, по факту туда и двигаемся. Оно все зависит от того, насколько сильно фактор риска будет влиять. Мне кажется, со следующей недели они все пойдут в спад. То есть все же защитные активы со следующей недели, скорее всего, уйдут в спад, потому что есть очень хорошие новости для фондового рынка. Евро, франк, швейцарский доллар, франк и доллар, иена. Тоже защитные пары, потому что иена и франк являются защитными. Валюта. Евро, франк, очень сильно импульсивно все-таки пробил зарукальную отметку. 0,7360. 0,175, последующая цель. Мне кажется, что импульсивно тоже протестируем, но имейте в виду, что 0,7550 приблизительно, или 0,7560. Это отметка, от которой мы можем развернуться, либо же просто войти в консолидацию. По поводу доллар-сеча, по поводу доллар-франка, тут есть очень сильное сужение волатильности с восходящим наклоном возле локального сопротивления. Это может нехорошо заканчиваться. То есть, возможно, будет импульс восходящий, возможно, и мы сможем им воспользоваться, потому что, по факту, на 0,7550 в среднем сроке мы тестируем сопротивление. Может это случиться, но затем мы можем просто войти в консолидацию. Сейчас пока еще по поводу разворота доллара не говорим, но это вещь, которая может случиться в следующей неделе в связи с тем, что фондовый рынок получит большую поддержку и в плане госдолга тоже, потолок которого хотят повысить. Доллар японец очень-очень импульсивно на 4 часов в таймферме пробило сопротивление, но амплитуда падает. Амплитуда очень сильно падает. Поэтому вот насчет этих активов, наверное, если из прошлых обзоров вы воспользовались рекомендациями ретеста середины и предыдущего импульса, как вы видите, ретеста середины предыдущего импульса дальше старая снижается, значит дальше будет повышаться. Или же, например, по евро-франк, по доллар-франку тоже. Ретест середины предыдущего импульса и разворот. Если вы видели, то, скорее всего, если вы видели предыдущий обзор, то, скорее всего, мы можем воспользоваться. Фунт иена. Очень импульсивно фунт в целом сейчас растет. И локальное сопротивление по фунту иена, возможно, может прорваться. Дальнейшие цели тоже есть 152.50. Но, если мы будем очень импульсивно подниматься, возможность ретеста этих отняток есть. В случае, если амплитудный счет падать, то, скорее всего, после вот этого импульсивного ретеста сопротивления мы отправимся вниз, либо же войдем просто в консолидацию. Скорее всего, просто в консолидацию, потому что, в случае, если доллары на счет падать и фунт иена, они могут просто оба вместе расти. И просто это приведет к тому, что цена будет консолидироваться к ценопаре. По поводу нефти, как вы, наверное, уже слышали, по данным, по релизам и по об ОПЕКО. То есть решение ОПЕКО. Это вещи, за которыми следует сейчас следить. Потому что у них вроде бы решение особо не меняется, но они умеренно повышают запасы нефти в целом. Это да. И амплитуда нефтяных котировок тоже уже теряет. То есть свою амплитуду в районе очень таких сильных сопротивлений теряет. Обещали как бы 80. Мы его еще не получили. Единственное, что это обещали многие инвестома и банки крупные. Но единственное, что все еще есть вероятность восходящего импульса. Фондовый как получит поддержку, так и скорее всего рынок Китая затем будет расти и цена нефти тоже может сойти снова начинать немножко укрепляться. Единственное, что мы можем все еще дождаться ретеста в 80 долларов, несмотря на снижение амплитуды. По поводу доллар-канадец очень красиво тестируется поддержка. Возможно, последующие движения будут разворотными. Единственное, что если доллар будет падать, то эта картина разрушится. Если доллар будет падать и нефть будет расти, то эта картина разрушится. и если доллар сделает этот восходящий импульс и нефть не будет укрепляться, то скорее всего и согласно техническому, технической картине, которая здесь, мы получим разворот и продолжение роста в течение сегодняшней американской сессии. То есть, тут довольно красивый сигнал на часовом таймфрейме для внутридневной торговли есть. Очень красивое сужение и ретест он существует, есть. Все равно зону риска нужно иметь в виду, она довольно широка. И заканчиваем сегодняшний обзор биткоином и эфириумом. С прошлого раза умеренный рост. Мы по факту над 50 тысяч по биткоинам, а по эфириуму мы очень импульсивно тестируем сопротивление локальное. И момент очень интересный. Сейчас в данном случае момент очень интересный. Возможно и сможем расти дальше. Давайте посмотрим по ценовому движению и потенциалу движения внутри дня. На дневном таймфрейме расхождение очень сильное и очень сильный импульс при ретесте локального сопротивления. Закрытие вчерашней свечи немножко пугает. Единственное момент, на который я могу обращать ваше внимание. Относительно пугает, но с другой стороны возможность последующего роста тоже нам дают. То есть скорее всего ближайший рост, который сейчас происходит по биткоину по эфириуму это очень импульсивный рост. И он может исходя вот особенно из этого сужения волатильности с восходящим наклоном который из-за эфириума в районе сопротивления локального и в целом у самого биткоина вот очень сильно сильный ретест сопротивления. Возможно, что нынешний импульс может заканчиваться последующим разворотом, но опять же мы берем середину передающего импульса и смотрим. Всегда, когда мы приближаемся к отметкам разворотов, для того, чтобы понять, что будет дальше с ценой, берем просто середину, золотую середину передающего импульса и смотрим, как тестируется золотая середина передающего импульса. Если пробивается, цена закрепляется под ней, дальше идет, то значит цена дальше будет падать. И в случае, если отбивается от него, то, скорее всего, нужно либо выйти со основной позиции, которая у вас есть по тренду и подождать, либо же просто менять позицию, если вы решили воспользоваться новым трендом по новой системе более короткосрочными сделками. Друзья, спасибо, что посмотрели этот эфир, надеюсь, что он вам понравился. В случае, если у вас будут вопросы, обязательно пишите в комментариях. И, если есть какие-то активы, которые вы тоже хотели, чтобы мы разбирали, обязательно укажите в комментарии под этим видео. И не забудьте подпишитесь обязательно на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе, когда выходят новые эфиры, новые видео. Они очень разнообразны по поводу разных секторов рынка. И, к тому же, там есть еще технология трейдинга, интересные фишки, интересные акции, которые, возможно, у нас есть. Вы за этим все можете наблюдать на нашем канале. Спасибо еще раз. И до следующей встречи. Всем хороших выходных и хорошей оторговли. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова